Дагестан всегда был и остается самой патриотичной республикой. Мы все дагестанцы знаем, что во время Великой Отечественной войны тысячи и тысячи дагестанцев участвовали во время освобождения нашего государства, мощнейшего государства Советского Союза от фашистского ига, от фашистской Германии. Сегодня мы можем гордиться нашими предками, нашими дедами, которые участвовали в сражениях Великой Отечественной войны. Соединенные Штаты Америки и другие государства, которые вокруг Соединенных Штатов Америки собрались, эти все государства, мы знаем, последние 15-20 лет целенаправленно хотели разрушить Российскую Федерацию. Самое мощное государство во всем мире. Соединенные Штаты Америки хотели разрушить нашу сплоченность российского народа, патриотизм дагестанцев и кавказского народа и других народов нашей России. Мы все знаем, что в связи с этим начала спецоперация на Украине. Мы должны всегда поддержать целостность нашей России. Мы обязаны этого делать. Так как мы знаем, как разрушен был наш Союз, Советский Союз. И мы знаем, сколько бед принесло разрушение Советского Союза нашим народам, братским народам, братским республикам, которые находились в составе Советского Союза. Уважаемые дагестанцы, мы никогда не должны сомневаться в том, что сегодня то, что объявлено президентом Российской Федерации о частичной мобилизации, что мы должны отступать. Мы никогда не должны сомневаться, что мы должны, обязаны защищать свою родину и быть наряду с теми бойцами, которые защищают, проводят специальную операцию на территории Бендеровской Украины, которая была создана. Уважаемые дагестанцы, я обращаюсь ко всему дагестанскому народу. Идут много разговоров о частичной мобилизации. Есть очень много провокаторов, мы знаем, в социальных сетях, которые не хотят, чтобы этого было. Я хочу сказать, хоть Черкей, хоть Буйнакский район, хоть Дагестан, хоть Чечня, нет разницы. Если надо будет объявлять полную мобилизацию, мы обязаны участвовать в защите нашей Родины. Что мне хочется сказать, обращая к моим родным, близким нашего села, села Черкей. Села Черкей всегда осваивалась героизмом во время Великой Отечественной войны, во время Кавказской войны, во время Русско-Турецкой войны. Все эти войны были целенаправлены и состоялись они с целью защиты нашей республики. Но сегодня целостность нашего Дагестана и России, она во многом зависит от наших же и самих. Мне хочется почитать приказ Черкейского образовательного центра, как руководителя этой организации, о мобилизации. Этот приказ повторяется. Например, у нас был приказ постановления президента, указ президента Российской Федерации, и также она должна быть дублирована во всех учебных заведениях, во всех организациях и доведена до всех работников. Приказ муниципального бюджетного образовательного учреждения Черкейский образовательный центр. Указом президента Российской Федерации от 21.09.2022 года объявлена частичная мобилизация и в соответствии с приказом военного комиссариата Дагестана и военного комиссариата города Буйнякска и Буйнякского муниципального района Республики Дагестан. Приказываю всем военнообязанным работникам муниципального образовательного учреждения Черкейский образовательный центр, имеющим мобилизационное предписание или получение персональной повестки военного комиссариата, явиться в срок в пункте указания о персональных повестках и в мобилизационных предписаниях. Второе. Работникам образовательного центра, офицерам-праворщикам, митчевным сержантам и матросам запаса, не имеющим мобилизационные предписания и не получившим повесток военного комиссариата, не выезжать за пределы Буйнякского района. Лицам, призываемые в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа освободить от работы и произвести полный расчет, руководитель ОБЖ Бартиханова обеспечит явку призываемых срок и пунктов, указанных в мобилизационных предписаниях или персональных предписаниях. Заместителю директору Магомирзаеву доставить в исправном состоянии автомобильные средства в соответствии со сроками пунктов согласно нарядам военного комиссариата. Настоящий приказ объявить и разъяснить всем военно обязанным работникам Черкесского образовательного центра имени Амарова шестым пунктом ознакомить всех работников под роспись, контроль за исполнением приказа оставляя за собой. Что это значит? Это значит, что все автомобильные транспорты по требованию военного комиссариата города Буйнякска, Буйнякска района должны быть на учете нашего военного комиссариата. Уважаемые граждане, уважаемые черкевцы, уважаемые патриоты, еще раз хочу обратиться к вам. Мы не должны поддаваться панике. Мы обязаны защищать свою родину, потому что наша родина это Россия. Мы не должны допускать разрушения нашего государства, потому что если разрушится наше государство, мы все знаем, что мы будем как колонии Соединенных Штатов Америки. Всем здоровья, благополучия и высокого патриотизма и поддержки со всех сторон населения нашего необъятной страны, поддержку специальной операции, которая проводится на территории Украины. Спасибо.